Всем недавно, не дали как пару дней на себе, потому что на меня была очередная атака, взломали мою почту. Ну я там 10 лет назад, как у меня, этой почтой конечно никто не пользуется, и 10 лет назад я как ее завел, там у меня там какие-то аккаунты на ней оставались. И вот взломали эту почту, через нее попытались сломать Facebook, не получилось, слава богу. Ну взломали зато Twitter взломали, Skype взломали, живой журнал взломали, взламывали все, до чего могли дотянуться, взламывали даже мою робокассу, откуда там уходили какие-то у меня пожертвования автоматические на благотворительную деятельность. Искали, искали, шерстили, шерстили, не нашли никакого компромата. Но, но, вот что меня в них каждый раз поражает? Меня каждый раз в них поражает невероятная эффективность. Значит, они шерстили, шерстили мою почту, были задействованы там все эти хакеры, которые взламывали ее через Бельгию, какой-то киберберкут, потом было задействовано российское телевидение, были задействованы операторы, монтажеры, режиссеры, брали интервью у экспертов Андрея Бобицкого и Максима Кононенко. И в итоге слепали какую-то невероятную дрянь, невероятную гадость. Выложили в моем живом журнале какой-то текст под названием «Мое раскаяние», в котором я говорю, что меня СБУ заставило на все это пойти, что я раскаиваюсь перед Родиной, что я прошу прощения, что у меня не было другого выхода, что это все сделано под страхом смертной казни. И потом появился какой-то киберберкут, аж целый киберберкут, который составил, состряпал совершенно дурацкий, совершенно идиотский какой-то список. Это вот то, что было выложено якобы со взлома моей почты, где я переписываюсь с оперативным сотрудником СБУ и говорю им, что я буду участвовать в этой спецоперации только за 20 тысяч. Они предлагают 10, и мы с ними торгуемся, изговариваемся на 15. А потом, еще оказывается, я являюсь создателем и руководителем сети ботов и троллей под названием «Ольга». Совсем не парятся с Ольгиным по ассоциации. И я тоже за это получаю какие-то деньги из ГАЗДЭПа и что-то там еще. В общем, бред абсолютный. Все это было показано по российскому телевидению. Давайте посмотрим небольшой кусочек этого замечательного репортажа. Информационные кампании, которые я проводил против России за последние несколько лет, инициированы и оплачены Украиной и ее спецслужбами. Ну, не иначе, как сенсационное признание Аркадия Бабченко. Сегодня появилось сразу в нескольких соцсетях и, например, на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Плюс кое-что об угрозах в адрес семьи со стороны Киева. И все это под заголовком «Мое раскаяние». И вот весь этот бред, вот работают все радиостанции Москвы. Выезжают там мотоциклеты с пулеметами, тролли, боты, телевидение, киберберкут какой-то. Туда вливаются какие-то невероятные бабки. И на выходе получается вот этот вот пшик, в котором я переписываюсь с сотрудником СБУ из Киева в Киев. Встретиться же нельзя, там 15 минут нельзя проехать. Мы из Киева в Киев переписываемся при помощи Mail.ru, который официально заявляет, что он предоставляет данные по запросу из ФСБ. Но самое интересное, что мы переписываемся на Mail.ru, который официально в Украине запрещен. Государственные службы в принципе не могут им пользоваться. Дорогие мои друзья, дорогой товарищ майор, вы же нас сейчас наверняка слушаете. Вы в следующий раз, когда будете пилить вот этот вот государственный бюджет вот на эту всю ахинею, вы хотя бы, не знаю, в Википедию что ли залезьте, посмотрите, какие сайты запрещены, заблокированы в Украине, какие нет, чтобы не делать вот такой эпический выхлоп, я бы сказал. А он...